Третья выставка научно-технического творчества молодёжи собрала около ста проектов школьников и студентов со всего края. Робототехника, интеллектуальные системы, прототипы авиации и космонавтики. Казалось бы, всё уже давно придумали до нас, но совершенству, как говорится, нет предела. Вот, например, популярная в Европе система «Умный дом». Стоит такое полезное изобретение за границей 500 тысяч долларов, а четинцы снизили его цену в 13 раз. Ну вот вы лежите, к примеру, на диване, и вам необходимо выключить свет электричества. Вам приходится вставать и идти к выключателю. При данной системе вы просто в телефоне берёте и выключаете свет, допустим. А вот этот робот скоро поможет четинским предпринимателям продвигать свой товар с помощью рекламы на улицах нашего города успешней, чем простой студент в костюме. Робот-промоутер Моня раздаёт в три раза больше флайеров, чем обычный человек. Он имеет возможность разговаривать, видите, видеоконференция, сидит оператор, то есть и через микрофон передаёт связь, разговаривает с людьми. Он должен был ездить по выставке, кататься, домогаться до людей, предлагать им прийти к нам. Больше всего внимания к себе приковало изобретение студента Владлена Трубицина, победителя всероссийского проекта «Айти Старт». Его костюм захвата движений используют в крупных кинокомпаниях, однако теперь студия не нужна. Перенести человека можно в абсолютно любой виртуальный мир, находясь в любой точке мира реального. Его изобретением уже заинтересовались в Израиле, а вот сигнализатор уровня жидкости, сделанный 18-летним Сергеем Бухоновым в Краснокаменске, хотели купить прямо здесь. У меня в частном доме стоит накопитель воды, ёмкости, за которым по мере его наполнения нужно следить. Не всегда получается, приходит перелив, затапливание подвала. А эта система позволит поставить датчик, который будет сигнализировать звуковым сигналом. Я не забыл, прибежал, вовремя выключил, подвал не затопил. Не обошлось на выставке и без культурной программы в научно-техническом стиле. В Агинском народный бурятский танец ёхар знает даже роботы.